осаждающие войска всегда сжигали посады зачем это делать можно для себя использовать посад это источники еды для тех людей которые находятся в крепости или источник потенциальных людей которые могли попасть крепости стать усилить ее гарнизон но крепость в осаде можно для себя использовать очень сложно периметр крепости контролировать осаждающим поэтому как правило сжигалась большая часть посада а в небольшую часть посады делать ставка если велась уже осада во всех фильмах показано скачет пример рыцарь достает стрелу поджигает на ходу выпускает в крышу крыша занимается сгорает весь посад неужели так все просто я думаю что все не так просто но предлагаю тебе проверить вот у нас здесь копия хутора 13 века дай попробуем сжечь сразу надо отметить что в 13 веке на руси практически все крыши крыльясь дёрна естественно пытаться поджечь землю проросшую травой абсолютно бесполезно поэтому мы сконцентрируемся на стенах домов и забор вокруг него ну лёшу рассказывай что до чего здесь у нас классический набор поджигателя средневековья ну самое простое что можно использовать это факел факел пропитывался смолой с воском но это не в нашем случае потому что когда ты осаждаешь крепость факелов нужно много ими фактически забрасывали посад да обмакивая все это в дёготь это дёготь смола которую перегнали из бересты и разогрели до состояния кипения хорошо горит дело не только в том что он хорошо горит но еще когда он попадает на там сено или еще куда то он распространяет огонь и разбрызгает поэтому практически все что так или иначе могло попасть на территорию крепости пропитывалось такими составами давайте готовы для начала попробуем поджечь стену хутора благо она деревянная натягиваем луки на полную мощность и по моей команде стреляем выстрел пошли никит посмотрим пойдем так ребята стоите естественно как ты понимаешь стреляли не 10 человек и даже не просто сотни но почему-то ни одна не горит вот характерная да то есть во первых часть стрел они выпадали вот я обрати внимание вот на эту стрелу это очень как раз типичная вещь которая развенчивает стереотип или потухла дело даже не в том что она упала на землю а дело в том что от попадания в дом за счет инерции очень часто съезжал вот это вот часть которая должна была гореть поэтому даже если тебя получалось что стрела удачно входило ну вот смотри идея она попала еще видишь как правило они потухали именно от того что стрела попадает в твердую поверхность да и тухнет от именно соприкосновения вот практически все стрелы да не смотрю что они у нас там горели здесь они потухли даже вот эта стрела когда попала идеально смотри в самую сухую часть но не загорел даже в мох и не загорел в большом счету вот это она же очень хорошо под и не горит соответственно минус один стереотип вот идеальные условия для эксперимента деготь кипит это значит что он гораздо лучше будет гореть пропитываем наши факела давай поджигаем сразу аккуратно смола в лучшей стадии для поджога готова дальше сгораются ребята вы тоже соответственно поджигайте и подходим никита я считаю что факела это гораздо более эффективный инструмент для того чтобы поджечь посад чем стрелы лишь на в отличие от стрелы факел кидается но на близкое расстояние да и когда там есть защитники становится проблематично но тем не менее если много факелов есть шанс что хутор или посад могут загореться попробуем да по моей команде и раз бросаем снизу вверх и раз плетень горит конечно самое лучшее когда попадает сюда вот чем больше происходит разброс этой пакли тем больше шанс что наш конкретный посад загорится но факел вообще стал идеально смотри сколько времени он должен стоять то есть сколько времени факел должен стоять чтобы загорится плетень после плетения загорится дом убегает человек все это тушит но только я конечно не с огнетушителем а с да то есть это уже некое взаимодействие то есть раз два источника 3 где-то я здесь еще один видео горел стену все что попадает в стену дома тоже самая история что и со стрелами как понимаешь все тухнет ничего не загорится поэтому это все-таки вероятно всегда старались факелом или любой таким предметом попасть внутрь дом несколько факелов если увидел налетели на крышу вот так как она земляная естественно ничего не произойдет сто процентов в этом можно быть даже спокойным осталось еще один вариант о котором я не говорил даже до этого предлагаю попробовать теперь его вещь просуществовала с древних времен и дошла до 17 века когда есть находки стеклянных гранат которых тоже помещалась некая горючая смесь в нашем случае на дворе 13 век поэтому скорее всего использовали горшочки которые заливали тот же самый деготь поджигали и по идее они как раз и должны наилучшим образом поджечь хутор разливается и загорается все больше площадь попадания сложнее потушить мне кажется ничего не нужно не загорится ничего все наши последующие попытки тоже ни к чему не привели как мы не старались варьировать количество дегтя и его температуру создать действующий из зажигательный снаряд не удалось ну что лёш придем мыть оки получается смотри горшки у нас не сработали факел они подожгли стрелами не получилось но факела были самые эффектные до факела были самые эффектные эффективные по крайней мере загорелся дом да но тем не менее поджечь посад сложно это факт получается нужно сначала всех перебить а потом просто уже ходить и поджигать да не нужно скорее всего именно так и делали